Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как правильно организовать работы по охране труда на предприятии? Кто может помочь предприятию в организации работ по охране труда? Что делает администрация городского округа Самара, чтобы помочь бизнесу правильно организовать работы по охране труда? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. И я, знаете, с чего предлагаю начать? Вот важный вопрос на самом деле – это кто может помочь на сегодняшний день предприятию в организации работ по охране труда? Почему, на мой взгляд, это важно и интересно? На самом деле, вот этот пласт работ, он очень сложный, если внимательно посмотреть. Он очень насыщенный всевозможными правовыми нормами. И вот если посмотреть на объявления на рынке недвижимости, я обратил внимание, например, что большому количеству предприятий, причем предприятий в том числе и крупных, и средних, но таких динамичных, требуются специалисты по охране труда. То есть на рынке дефицит. Это говорит о том, что работы много и работа, значит, сложная. И вот в этой ситуации кто может помочь в организации работ по охране труда? Вы совершенно верно отметили, что работа – это непростая, но я думаю, что наши зрители уже это отметили, потому что мы уже на протяжении долгого времени с вами каждый месяц погружаем наших дорогих зрителей в эту самую тему, рассказываем, насколько это важно, насколько это непросто на первый взгляд. Но вместе с тем, надо сказать, что государство не бросает работодателей в беде, и работа по просвещению, работа по помощи и работникам, работодателям ведется довольно большая, причем со стороны всех возможных органов власти, это и федеральная, и региональная, и муниципальная администрация в том числе. Создано довольно большое количество различных мультимедийных проектов, сервисов. В данном случае актуально будет сказать про такой орган, как Роструд, проще сказать, это инспекция труда, которая есть в абсолютно каждом регионе нашей страны, и очень удобным инструментарием в данном случае это явился сайт инспекции онлайн. Там любой работодатель может пройти, во-первых, самопроверку, ответив на ряд вопросов, система сама сделает вывод о том, насколько хорошо у вас в организации построена эта самая работа в области охраны труда. То есть это, по сути дела, извиняюсь, что перебил, такая онлайн-ревизия, которую ты сам себе проводишь. Совершенно верно, но здесь главное что? Главное то, что отвечать на все вопросы требуется абсолютно честно. Не пытаясь выглядеть лучше, опять-таки, в глазах этого самого сайта, так скажем, в глазах этого робота, искусственного интеллекта, как это сейчас очень популярно говорить. Поэтому если вы будете отвечать не честно, не то, что на самом деле есть, ну тогда и вывод будет, соответственно, необъективный. То есть как на исповеди, то есть пришел уже надо, вот если ты каешься, то кайся по полной программе, потому что, ну зачем же врать самому себе? Ну совершенно верно, тем более, что данная информация, она никоим образом не повлияет, то есть если вы ответили, что у вас чего-то нету на предприятии, в организации какой-то процесс неорганизован, это не значит, что завтра к вам придет инспектор. Эта информация, она не идет инспекторам, то есть она в принципе обезличена идет. Просто вы понимаете, что у вас на самом деле какая-то картина в настоящий момент у вас есть. То есть тайна исповеди сохраняется, а ты понимаешь объективную картину, и ты понимаешь, что вот у тебя здесь дыра, тебе робот на нее указал, и он говорит, что вот мы тебе сейчас на это указываем, но если завтра к тебе придет проверка, и ты об этом знаешь, что тогда, ну вот имей в виду, что у тебя проблемы-то будут уже реальные. Совершенно верно. Не случайно народная мудрость говорит, предупрежден, значит вооружен. Поэтому это очень полезный ресурс, рекомендую всем пользоваться. Кроме того, на данном ресурсе у нас есть возможность задать вопрос инспектору, либо в режиме онлайн, тоже они бывают и довольно оперативно отвечают, либо воспользоваться сервисом, там есть довольно большое количество уже заданных вопросов на ту или иную тематику. Там и обучение, и медосмотр, ну тем довольно-таки много. И почти на любой вопрос, который может возникнуть у работодателя, работника, там, собственно говоря, есть уже готовый ответ, причем не просто ответ, там идет ссылка на конкретные нормативно-правые документы. То есть там не вопросы из-за разряда, нужно ли проходить медосмотр, и ответ да. То есть нет, там рассылка идет, почему это нужно, где нужно, как нужно, все там четко, соответственно, ответ будет структурирован. Здесь момент тоже важный, кстати, опять же, прошу прощения, перебил. А вот здесь уже идет речь об общении с конкретным человеком. И вот здесь, если работодатель, консультируясь с специалистом, с инспектором, понятно, что он не может быть обезличенным. То есть есть риск, что он, задавая какой-то вопрос этому инспектору, навлекает на свою голову несчастную внеплановую проверку, потому что он косвенно подсказывает, что у меня здесь есть сомнения, проблемы, и если ко мне прийти, то вы, конечно же, накопаете, за что меня можно оштрафовать. Риска никакого нет, потому что на данном ресурсе не требуется какая-то верифицированная идентификация человека. То есть, в принципе, можете зарегистрировать под любым именем, под любым наименованием и задать соответствующий вопрос. Система не требует, чтобы вы как-то обозначали себя, кто вы на самом деле, собственно говоря. Ну и тем более, я ни разу не сталкиваюсь с такой ситуацией, чтобы потом на основании вот этих вот заданных вопросов было организовано какое-то контрольное мероприятие, тем более, что основания для проведения контрольных мероприятий у нас строго регламентированы, в законе они обозначены. И вот заданный вопрос такого основания у нас, собственно говоря, нигде нет. Поэтому это очень удобный инструментарий. Также удобным инструментарием является то, что теперь у нас уже два года как появилась возможность приглашать к себе инспекторов с инспекционным визитом. То есть, тоже очень хорошая практика. При этом данные практики у нас, так скажем, распространяют не только госинспекции труда в лице Роструда, это и Министерство труда, это и администрация города в нашем лице. Что это значит? Это значит, что любой абсолютно работодатель, осуществляющий свою деятельность на территории Российской Федерации, может пригласить себе представителей контрольных органов, в том числе, но не только контрольных. Вот мы, например, неконтрольный орган, мы методисты, мы оказываем методическую помощь, тоже могут пригласить к себе, ну, своеобразным, назовем вот так аудитом, более понятным. Аудит, ревизия как угодно. Ревизия, аудит, ну, ревизию очень боятся, потому что несет в себе какие-то карательные функции. А это аудит скорее. Хорошо аудит, да. При этом никаких, опять-таки, карательных функций это не налагает на того, кто будет проводить, соответственно, этот самый аудит. Штрафных санкций на того, где, у кого будет проводиться аудит, это тоже никаких не накладывают. Больше того, если то лицо, которое действует в рамках профилактического визита, оно что-то выявит у работодателя, то оно не может применять эти выявленные информации, эти сведения для привлечения к ответственности этого самого лица. Потому что, опять-таки, именно лицо, которое приглашает себе с профилактическим визитом, оно и являлось инициатором. То есть это не проверка. Если в процессе проверки что-то инспектор находит, то это уже основание для привлечения к ответственности. Если в процессе профилактического визита это делается, то смотрят примерно те же самые вопросы, но, опять-таки, штрафовать не будут. Вы получите абсолютно объективную картину. Больше того, эта картина будет очень компетентным должностным лицом. То есть те же самые люди, которые приходят к вам с проверками. Поэтому этим проверочным визитом мы тоже, профилактическим, прошу прощения, визитом мы тоже рекомендуем нашим дорогим работодателям пользоваться в обязательном порядке. Ну, конечно, это очень удобно, когда, по сути дела, бесплатно тебе приходят, проверяют, причем проверяют те же, кто проверяют, в смысле, реально проверяют. Совершенно верно. И при этом никаких штрафных санкций. И тебе просто сообщают, что нужно сделать, что нужно устранить и что нужно добавить. Совершенно верно. Это очень удобный механизм, точнее, один из механизмов. Ну и, конечно, в том числе и представители госинспекции труда, и представители администрации города, и Минтруда, мы работаем, конечно, в тесной связке, постоянно проводим довольно большое количество различных информационных мероприятий. Причем эти мероприятия проводятся у нас как в очной форме, так и в дистанционной форме. Ну, допустим, кому-то очень неудобно ехать, особенно если это из муниципальных образований в области где-нибудь далеко находится. Кому неудобно в город Самару ехать, они могут подключиться к нам в режиме онлайн и прослушать наше мероприятие, в том числе и дистанционно. Опять-таки, появилось это мероприятие у нас после ковидных ограничений, ну и мы увидели, что эта практика действительно положительный момент она имеет. Темы рассматриваются самые широкие на этих мероприятиях, ну и, кроме того, неоднократно мы проводили мероприятия по просьбам самих работодателей. К нам обращаются с просьбой провести мероприятие на такую-то такую тему. Мы, соответственно, выискиваем спикеров, которые были бы наиболее компетентны, которые были бы, помимо того, что компетентны, вам, как журналисту, наверное, тоже будет попонятно, не все умеют грамотно, точнее грамотно-то, но понятно донести. Доступным языком. Доступным языком. Да. Как еще Кассири говорил, анцеллерита, он довольно сложно истребим, особенно в представителях некоторых ведомств и служб. Но, опять-таки, мы стараемся именно подбирать на своих мероприятиях именно людям, которые могут понятным, доступным языком донести ту информацию, которая действительно будет необходима здесь, сейчас нашим дорогим работодателям. А, кстати, как часто вы проводите эти мероприятия? Потому что, действительно, очень хорошая история. Вот я сейчас задумался, то есть ты можешь дистанционно там подключиться, послушать, задать вопросы, я так понимаю. Кстати, можно задать вопросы во время вот этого мероприятия, то есть в режиме онлайн? Абсолютно. Если речь идет о очных мероприятиях, то тогда обычно мы просим в конце мероприятия остаться, чтобы уже задать свои непосредственные вопросы. Которые возникли, да? Да, конечно. А если речь идет об онлайн-мероприятиях, то у нас чаще всего действует чат, куда абсолютно все могут задавать свои вопросы, писать. Ну и, соответственно, ведущий обязательно в порядке их озвучивает нашим спикерам, нашим гостям, которые дадут компетентный ответ. Если ответ требует дополнительной подготовки, дополнительной информации, то мы просим предоставить либо адрес электронной почты, либо каким-то иным способом обозначить себя, чтобы мы могли его более расширенно и обоснованно уже направить тому лицу, который к нам обратится. А как часто проводится это? Мероприятие проводится на регулярной основе. Ну, нужно сказать, что, опять-таки, в зависимости от аудитории, в зависимости от актуальности темы. Вот, в частности, в этом году у нас была очень актуальная тема – это спецодежда, и мы с вами уже на эту тему говорили в этой студии. Поэтому данной теме было посвящено сразу ряд мероприятий. После 1 сентября мы проводили их. Ну, и вот буквально недавно мы провели большое мероприятие, посвященное как раз очистке кровли от снега и наледи. Кстати, эту тему тоже с вами озвучивали. Актуальная история, потому что, ну, сейчас, конечно, самое время. Совершенно верно. И площадки тоже выбираются довольно разнообразно, это включая одну популярную мультимедийную площадку, включая наши социальные сети, тоже трансляции идут. Поэтому в зависимости от актуальности, в зависимости от запросов аудитории, но мероприятия проводятся, ну, каждый месяц – это однозначно, а бывает и чаще. Ну, кстати, здесь, наверное, необходимо вот это межведомственное взаимодействие, потому что, допустим, если речь, ну, условно говоря, о ситуации с очисткой крыш от снега, и наледи, который, на самом деле, действительно, ну, я теперь понимаю, очень сложные мероприятия со всех точек зрения. То есть и очистить надо хорошо, и, с другой стороны, надо сделать так, чтобы никто не пострадал в процессе этой очистки, потому что дело-то рискованное. И здесь, допустим, здесь, я так понимаю, там, ну, либо Министерство жилищно-коммунального хозяйства, либо там Департамент ЖКХ, если там, условно говоря, речь там о каких-то заводах, соответственно, это там, ну, Минпром, либо Департамент промышленности, экономического развития. То есть, я так понимаю, здесь необходимо вот это межведомственное взаимодействие очень тесное. Конечно, мы однозначно работаем с огромным количеством ведомств, организаций, тут причем не только государственного, так скажем, сегмента или муниципального. Мы на этом не ограничимся. Если есть что-то важное, актуальное сказать и коммерческим организациям, ну, конечно, без позиционирования себя в качестве рекламы, то тоже, в принципе, это вполне себе допустимо. Вот, в частности, у нас все производители спецодежды, они, это коммерческие организации. Поэтому мы тоже зачастую привлекаем их в качестве спикеров на наших мероприятиях, сказать, а какие именно есть пути решения той или иной проблемы. Потому что одно дело обозначить проблему, рассказать о том, как это регламентировано законодательно, другое дело дать реальный путь решения этой проблемы, в частности, та же самая спецодежда. Мы знаем, что спецодежда нужно носить, а какую именно выбрать спецодежду, на что именно обратить внимание при подборе этой самой спецодежды. Поэтому экспертов мы берем с самого широкого спектра. Ну и здесь еще важный, наверное, момент, это вот достучаться до всех предпринимателей, до всех участников экономической деятельности. Потому что, ну, все-таки традиционно, традиционно стараются как бы минимизировать, на мой взгляд, вот контакты. Вот из серии «Мы как бы налоги заплатили» и дальше вот лучше о себе лишний раз не рассказывать, не привлекать внимания. Здесь вот этот важный момент, потому что вот чтобы люди шли на контакты и охотно говорили к тебе и приходили. То есть приходили до того, как, не дай бог, что-то произошло. Вот если в вашем случае. Ну, надо отметить, что мы это тоже учитываем, что есть такой момент, когда люди действительно боятся. Ну, конечно. Из серии «Вот я лучше тихонечко посижу, тут отсвечивать не буду и спокойно проживу». Ну, я думаю, те же самые представители бизнеса понимают, что мы живем сейчас с вами в глобальном мире. То есть уже, так скажем, работать в каком-то тихом темном углу, но это, наверное, не про современный мир, не про современное общество. Поэтому чем больше вы получаете информации, чем с большим количеством, в том числе и ведомств, в том числе и организаций вы взаимодействуете, тем проще вам в первую очередь будет в вашей непосредственной работе. Тем более, что в настоящий момент как раз государство поворачивается к бизнесу, давая инструментарии, такие как обязанность контрольных и надзорных, в том числе и ведомств, консультировать. Теперь у нас в законе, который у нас регламентирует деятельность как раз контрольных ведомств, им дано обязанность консультировать по вопросам своей профессиональной деятельности. То есть это не просто так «хочу-расскажу, хочу-не расскажу». Мы это делать обязаны. Любой гражданин может обратиться в соответствующее ведомство и в обязательном порядке получит соответствующую консультацию, обоснованную консультацию по своему вопросу. Вы как раз косвенно ответили на вопрос, зачем это делается. Я почему как раз и подумал, потому что многие мероприятия, которые вы проводите, они действительно хорошие. Допустим, аудит, по сути дела, когда проводит сотрудник госведомства, вот эти всевозможные обучающие семинары. И я подумал, а зачем это делает власть? Потому что, например, никто же не предлагает предпринимателю помощи в сдаче налогов. Никто не придет и за него не сведет баланс. Вот здесь, как бы, я теперь немножко начинаю понимать. То есть, на самом деле, это как бы государственная политика, это государственная воля. Я правильно понимаю, что вы обязаны помогать, обязаны рассказывать? Здесь есть как идеалистическое, так и меркантильное составляющее страны государства, если уж на чистоту говорить. Идеалистическое, ну, конечно, это то, что все граждане нашей страны, они очень важны для нашей страны. И президент тоже об этом неоднократно уже говорил. А меркантильное, это с той точки зрения, что, опять-таки, мы все понимаем, что мы платим налоги. Мы делаем отчисления в социальный фонд. Опять-таки, если с работником случается несчастный случай, то, опять-таки, на кого ложится бремя реабилитации этого человека? Это опять на государство. Поэтому, в том числе, для того, чтобы наши граждане не страдали на рабочих местах, не получали травмы на рабочем месте, государство заботится и о их здоровье, и о их жизни и безопасности, в том числе и таким способом. Поэтому работа ведется в настоящий момент очень и очень серьезная. профессиональных людей, то есть, высоко, скажем, подготовленных, имеющих высокую квалификацию, надо сказать, что это на рынке труда на настоящий момент очень сильный дефицит. Поэтому особое внимание как раз уделяется государству как раз жизни и здоровью, сохранению, в первую очередь, жизни и здоровья. Это как раз является приоритетной и основной миссией, задачей охраны труда. — Ну, это разумно. Кстати, вот если говорить о одном из видов мероприятий, вот это аудит, где вот эта грань, чтобы, ну, грубо говоря, специалист, который пришел, провел аудит, указал на недостатки, чтобы его не… Ну, то есть, условно говоря, чтобы его не просили баланс вести. То есть, вот до какой степени он работает? Что он делает и что он, ну, скажем так, это все-таки не его? — Да. Данная работа, она у нас строго регументирована. На территории Самарской области есть закон 72 ГД, опереденный государственных полномочий в области охраны труда. То есть, никакой там прихоть городской администрации. Вот мы захотели вдруг заниматься почему-то охраной труда, помогать, а не налоги считать, как вы отметили. Местному, орган местного самоуправления, то есть местным администрациям, в городах городским, в областных районах, это районным, как раз вперед на эти полномочия оказывать методическую помощь в области охраны труда. И в рамках этой методической помощи как раз специалисты при обращении, опять-таки, то есть мы не можем прийти в любую организацию и сказать, мы хотим вам помочь. И заставить, собственно говоря, работодателя показать нам всю имеющуюся с него документацию по данной сфере. Опять, если работодателю это интересно, если работодатель к нам обратится, то мы, конечно, ему поможем в обязательном порядке. Помощь наша будет заключаться в чем? Мы расскажем, какая работа должна вестись у него по охране труда. То есть прям как процесс должен быть устроен? Совершенно верно. А чаще всего как раз почему у нас возникают штрафные санкции, на работодателя накладывается за нарушение требований охраны труда, почему у нас многие вообще боятся подступаться к этим вопросам охраны труда? Особенно если это касается небольших организаций по предприятию. Существует миф, что охрана труда – это какие-то баснословные денег стоят. Поэтому вообще лучше спрятаться, как страус голову, в песок и надеяться, что пронесет. Это совершенно неверная позиция. Поэтому мы в обязательном порядке как раз систему и объясним, как это должно выглядеть, какая цель должна, какие мероприятия должны. То есть опять-таки мы не просто будем, как в мультфильме «Золотая антилопа», сыпать ему сведения, сыпать ему информацию, государственные требования, а бедный наш предприниматель будет хвататься за голову и думать, как же именно ему теперь с этим объемом информации теперь жить. То есть мы пошагово выстроим ему план его по сути работы. То есть мы ему объясним, вот у тебя, дорогой предприниматель, есть такие-то недостатки на рабочем месте. Вот эти недостатки – это самые важные, их нужно устранить в самое ближайшее время. Такие-то недостатки, они менее важные, но тоже нужно их будет в такой-то период в обязательном порядке устранить для того, чтобы организация могла нормально функционировать. Следующие недостатки еще чуть менее важные. Поэтому мы в обязательном порядке не просто так рассказываем о том, что должно быть, мы и стараемся помочь в плане того, чтобы как грамотно и правильно организовать работу области охраны труда в каждой конкретной организации, опять-таки учитывая специфику данной организации, то есть большое ли это промышленное предприятие, или это маленькая какая-нибудь точка по продаже каких-нибудь напитков. То есть специфику тоже будем в обязательном порядке учитывать. Реальные сроки. Конечно, мы ни в коем случае не будем рекомендовать никакие коммерческие организации, то есть не будем говорить, вот вам нужно обучиться вот в такой-то организации. Во-первых, это противозаконно, во-вторых, опять-таки у нас все предприниматели вольны сами выбирать, где они будут, соответственно, с кем будут заключать договорные отношения. Поэтому вот этого от нас не ждите однозначно. Мало того, что это не входит в наши функциональные обязанности, это еще и противозаконно. Лоббировать интересы коммерческих служб мы не будем ни в коей мере. Вместе с тем мы примерно сориентируем, какие документации должны быть созданы в каждой конкретной организации, чтобы опять-таки... Вот это очень важно. Да, чтобы опять-таки лишнее время не тратить на создание тех документов, которые, в принципе, необходимости создавать нет в каждой конкретной организации. Ну и, конечно, сориентируем представителя каждой конкретной организации по тем рискам, которые могут они понести, если та или иная работа, она не будет выполнена на срок. Причем риски это как штрафные, то есть примерно расскажем о том, какие штрафные санкции существуют, так и примерно, как это может сказаться последствия на функционирование организации. То есть, опять-таки, не обеспечивали, решили сэкономить на спецодежде. Так вот, соответственно, из-за этого может с работником случиться вот такая вот ситуация, такая-то вот история. Соответственно, вот такие-то примерно риски может понести организация. Это и простой, то есть работа не будет выполняться, отсюда убытки. Это и штрафные санкции в том числе. Это и возможные риски, что работник, опять-таки, у нас, благодаря в том числе и нашей деятельности, многие работники становятся очень грамотные, в том числе в вопросах охраны, труда. То есть, может, опять-таки, подать в суд за компенсацией своего физического и морального вреда. Поэтому эти моменты тоже мы в обязательном порядке работодать и разъясним. Вот кроме вот этих, ну, скажем так, выездных аудиторских таких проверок, онлайн-мероприятий, какие-то еще, что еще проводите? Что еще делается? Ну, надо сказать, что мы работаем не только с взрослой аудиторией. Сейчас уже на протяжении более пяти лет при поддержке муниципальных образовательных организаций мы проводим такие мероприятия, как открытый урок в области охраны труда. Нами был сделан вывод о том, что люди, молодые люди и девушки начинают работать, они иногда в довольно раннем возрасте. Ну, вот я сам начал с 14 лет, в принципе, отрабатывать. Про охрану труда я пока мало что знал, но, опять-таки, какие-то зачатки мысли у меня на эту тему были. Но опять полных сведений не было никаких. Поэтому мы сейчас проводим эти открытые уроки в школах, где ребятам рассказываем о том, что такое трудовые отношения, почему нужно заключать с работодателем именно трудовой договор, почему наши, соответственно, в каждой организации трудовой договор должен быть оформлен. Чем это интересно в первую очередь самим ребятам в качестве, как работникам. Как сделать так, чтобы их работодатели не обманули заработной палатой, с условиями труда. Рассказываем им об основных мероприятиях в области охраны труда. Вот приходят они в организацию, что с ними в первую очередь должен провести работодатель. Что должно проводиться обучение, выдача спецодежды. И все эти самые мероприятия, в том числе, мы расписываем. Наша цель, чтобы ребят, когда они приходят зачастую на первое свое рабочее место, имели уже какое-то представление о своих правах. Но не только о правах. На этих мероприятиях мы говорим еще и об обязанностях. Это тоже неразрывные понятия. Права и обязанности идут, что называется, рукооборку. Поэтому мы в том числе и рассказываем о том, какие обязанности у них есть, чтобы те же самые работодатели и с этим в том числе как-то не слукавили и не обманули их в данной сфере. Также у нас есть так называемая школа молодого специалиста по охране труда. Потому что если мы откроем с вами профессиональный стандарт специалистов в области охраны труда, то там обязанностей у специалиста довольно-таки много. И зачастую на специалиста по охране труда работодатели стараются еще нагрузить его дополнительными какими-то функциями. И вот эти бедные, несчастные, молодые люди и девушки, которые только-только делают свои первые шаги в профессиональной сфере специалистов по охране труда, они, честно говоря, растеряны. С чего начать? Какие именно, в первую очередь, самые важные шаги им предпринять? Чтобы не было, как иногда это делают в некоторых учебных заведениях, когда говорят о том, что забудьте о том, что вас учили в школе. А на рабочем месте говорят, забудьте о том, что вас учили в институте. Мы стараемся интегрировать знания, которые они получают в учебных заведениях, профессиональных в том числе, в области охраны труда, мы стараемся помочь им применить эти знания, эти навыки на практике. Или же наоборот, когда обязанности специалистов по охране труда возлагают на людей, которые вообще не имеют профессионального образования, вообще не понимают, что же это такое. Поэтому мы пытаемся еще и их интегрировать в нашу работу, объяснить, показать, ну и помочь на первых шагах, в том числе и практически. Спасибо за интересную, содержательную беседу. Спасибо за то важное, на самом деле, дело, которое вы делаете. Увидимся вновь в нашей студии, потому что, на самом деле, вопросы очень важны. Спасибо большое. Спасибо. В нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Берегите себя, потому что к человеческому организму, как известно, запчастей нет. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова